Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться в наиболее актуальных и важных вопросах в жизни Одинцовского района. Не так давно Одинцовская наша общественная палата провела день выездных приемных. Выезжали во все городские, сельские и прочие поселения нашего района, общались с людьми, старались вместе понять, что нужно сделать, что исправить, какие есть проблемы на местах, какие можно сделать улучшения и так далее. Именно об этом мы сегодня и поговорим в первой части программы, а во второй перейдем конкретно к лесному городку, потому что там был целый ряд вопросов, связанных с застройкой, которая там проходит с конкретными строительными объектами жилого характера, а также с лесногородской школой. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения, звоните на телефон 508-86-84. Вместе постараемся во всем разобраться. Сегодня в наших гостях Захар Юрьевич Иванов, председатель общественной палаты. Добрый вечер. А также Светлана Геннадьевна Налепова, ответственный секретарь общественной палаты. Добрый вечер. Здравствуйте. Рад, что вы к нам приехали. Я так понимаю, практика вообще выездного вот этого дня, именно единого дня выездных приемных, она у вас довольно давно уже началась. Мы уже частично говорили о том, как на этот раз дела пошли, там были и хорошие моменты светлые, что-то не получилось. А в целом, вот как вы оцениваете практику? Она пока что себя оправдывает? Общественная палата Одинцовского района впервые среди всех общественных палат применила такую практику. То есть мы не просто где-то там у нас какая-то приемная есть на молодежной 18, где мы ждем людей, которые имеют свои проблемы, а мы сами выезжаем в район. В каждом из 16 поселений есть определенные пункты, где принимают общественники. Принимают абсолютно все вопросы, связанные с какими-то же проблемами ЖКХ, с личными проблемами, с паспортами, с дорогами. Принимаем абсолютно все. Вот у нас прошел сейчас третий прием. Первый прием был такой невялотекущий немножечко. Ну, некоторые жители воспринимали на тот момент общественную палату как, ну, может быть, такой орган своеобразный, нужный или ненужный. На втором приеме был аншлаг. Так, прием проводился в недачное время, люди приходили, делились. Поступило такое количество заявок, что реально разобрались только совсем недавно. Этот прием все-таки был в хорошую погоду, в хороший день. У нас посевная началась, и поэтому где-то маленькое снижение заметно, 10-процентное буквально. Но проблемы от этого не стали менее острыми. То есть вы говорите именно о последнем, которое вот только сейчас произошло? Да, да, да. Проблемы от этого стали не менее острыми. Проблемы есть в районе у нас. Конечно, многое удалось решить с помощью районной администрации, администрации поселений, с помощью губернатора. Но проблем еще очень много. И нам предстоит, скажем так, разбираться с этим большим ворохом. Так, ну а на сегодняшний день можно ли выделить какие-то поселения, в которых действительно остро и конкретно стоят вопросы определенного характера? Я знаю, что не так давно многие бывшие военные городки, например, Кубинки, стали передаваться, наконец, на баланс нашего Одинцовского района. Там пошли, соответственно, на какие-то стройки, ремонты и так далее. Ну, понятно, что наверняка людей там больше всего волнует, там, строительный вопрос. А в целом, вот, по нашим поселениям, что и где людей больше всего интересует? Ну, сейчас по статистике, да, буквально, наверное, процентов 10 у нас снижение, да, по сравнению с прошлым периодом. Самое... Посещение, вы имеете в виду? Да, по активности, по количеству обращений и жителей, которых мы приняли в последний выездной прием. Самое активное, конечно, поселение и жители – это в городском поселении лесной городок. Причем это и сам лесной городок, да, дачный поселок, и дубки. Больше всего вопросов, конечно, со школы, я думаю, сегодня подробнее, поэтому был приглашен, соответственно, гость. Очень важный у нас сейчас, я думаю, что все ждут его. К слову, я думаю, не лишним будет сказать, уважаемые телезрители, у нас сегодня Сергей Иванович Самохин ожидается, это генеральный директор отрестного особоустроя номер 6. Именно эта организация занимается строительством школы в лесном городке, так что, если есть какие-либо вопросы, звоните, задавайте 508-86-84, будем ждать. Продолжим, да? Следующий вот как раз по напряженности, может быть, да, что происходит, это дубки у них там, проблемы там, частный сектор, есть какие-то определенные проблемы в сфере ЖКХ. Серьезные. И вообще, тема ЖКХ лидирует в этот раз. Если в прошлый раз это было порядка 40%, то в этот раз это 60%. Снег у нас сошел, у нас есть асфальт, где необходим ямочный ремонт, еще какие-то в сфере ЖКХ, это сейчас просто еще больше. Если у нас раньше всегда стояло на первом месте, но очень близко стояло здравоохранение. Здравоохранение у нас сейчас порядка 7%, наверное, из всего обращений было. Мы все-таки это связываем с какой-то политикой, с улучшением этой сферы в Одинцовском районе. А ЖКХ взял на себя просто такую большую нишу. Сюда же мы включили вопрос, связанный со строительством, в том числе и социальных объектов. А почему, считайте, ну понятно, насчет здравоохранения, будем надеяться, что действительно ситуация пошла вперед, сделала шаг. А касательно ЖКХ, неужто что-то стало хуже или просто сейчас действительно такой получился именно момент, когда действительно, вы же раньше, когда проводили эти выездные дни, да, выездных приемных, я так помню, это лето было, это была осень. То есть не кризисное, скажем, время для ЖКХ или что-то действительно стало именно сейчас похуже? Вот прокомментировать не могу, я думаю, у нас прокомментирует комиссия по ЖКХ, когда будет в эфире. Удобно, удобно. Потому что это серьезно, но это на самом деле честно, да. И проанализировав вообще структуру этих обращений, тогда будет уже понятно по решению. Но сейчас еще вопрос встал активно по землепользованию. То есть это сформированные какие-то садоводческие товарищи, ссталки проблемы по землепользованию. Вот этот вопрос сейчас у нас уже стал прямо на третье место. Если раньше это было образование, да, то сейчас на третьем месте уже следующие вопросы. И по структуре образование все равно осталось на четвертом месте. Это вот как раз четыре сферы, которые у нас сейчас и в принципе по всем обращениям фигурируют. Не могу не уточнить, вопрос образования, что именно вы имеете в виду? Образование — это проблема опять со школами, переполнение школ, условия обучения. То есть не вопросы именно образования как такового, программа, а как раз-таки именно опять-таки жилищные, бытовушные вопросы. Ну да, ну например, переполнение 14-й школы у нас в Одинцово, да, есть обращение. Мы как раз проводили тоже не так давно круглый стол, выясняли этот вопрос. Это все-таки связано с образованием? Или когда жители хотят попасть в определенную школу, например, все хотят попасть в круглую школу у нас, да, в Одинцово. Она стала у нас муниципальной школой. И вот эти вопросы, когда считают распределение, допустим, к первому классу несправедливо, или условия в одной школе и в другой лучше, они попадают не в ту школу. Сейчас вот это самое актуальное, потому что это сейчас к первому сентябрю очень актуально. У каждых вопросов есть сезон. Если говорить о вопросе доверия людей именно к вам, к общественной палате, я так понимаю, большую роль здесь играет то, насколько оперативно и удачно разрешаются вот эти вот обращения, с которыми люди к вам обращаются, да. А есть ли какая-то статистика, по каким вопросам, допустим, сфера ЖКХ быстрее получается, по каким нет? И как вообще у вас вот именно с обращениями дела сейчас обстоят? Ну, наверное, в сфере образования, если вот из этих четырех категорий, получается быстрее всего. И здравоохранение. По ЖКХ, ну, это очень сложно, потому что чаще всего это связано с тем, что закладывают какие-то средства, допустим, для ремонта, того же самого подъезда или каких-то дорог. Это тоже требует, это требует уже больше времени. А образование, это и связано с организационными вопросами, часто с консультационными. То есть мы обращаемся к управлению образования, нам отвечают, что такое состояние. Это происходит достаточно быстро, и ответы происходят тоже очень быстро, если вопросы несложные, конечно. А если говорить о планах на будущее, собираетесь как-то развивать? Я думаю, даже не надо спрашивать насчет, будет ли вы оставлять практику в дням из новых приемов? Развивать эту тему как-то будет? Вот, например, в этот раз у нас есть немножко тенденция изменения, может быть, концепции. То есть нам даже приходят люди не просто пожаловаться, ставить обращение, а вообще спросить, вот были такие вот проблемы, да, вот как у нас сейчас в поселении. Мы сейчас изменили вообще логику тем, что у нас не комиссии привязаны, а есть определенные люди, которые все время будут работать с определенными поселениями, одни и те же. Они знают, какие обращения были, какие просто поступали, и просто знают, что происходит в поселении, встречаются там с администрацией поселения, и мониторят вопросы, которые уже произошли. И люди часто приходят, и с ними просто поговоришь и расскажешь, ну вот так, да, это сложно сейчас, но там к первому сентябрю вопрос решится, вот так. Но этот вопрос, да, вот этот вопрос мы как бы оформим, запишем действительно. Это режим консультации идет, и мы рассказываем просто состояние дел, что происходит в поселении, жителю тоже это очень важно, он просто хочет услышать о том, что все меняется, и меняется, очень надеемся, что к лучшему. – За вот это время, когда вы, собственно, с первого раза, да, вышли с этой инициативой именно выездных общественных таких приемных, нам не раз званили в редакцию, спрашивали, когда у вас в следующий второй раз будет подобная акция и так далее. И людей интересовало, можно ли проводить подобные выездные, да, приемные совместно, например, с представителями власти, с представителями правоохранительных органов, других общественных организаций, например, молодежного парламента Одинцовского района. Скажите, вот есть ли какие-то планы именно в таком плане кооперации? – Ну, практика прохождения, проведение выездных приемов, допустим, с представителями УВД, у нас был в лесном городке, был, и у нас сидел представитель, но так как это у нас не системно, да, иногда представители просто подключаются к каким-то проблемным поселениям, они могут выйти, у нас есть анонс, они знают, что происходит, но могут подключиться, то он просто просидел, послушал какие-то серьезные обращения, что-то записал, что по его специфике, но прямо к ним обращения, конечно, такого не было. А вот возможно ли это еще раз ширить, Захар Юрьевич? – Да, я хотел бы еще добавить, что любой глава любого поселения имеет, соответственно, свои часы приема. Жители знают, записываются и получают свои консультации. Мы здесь принимаем все-таки как общественники. И иногда некоторые люди, видя представителей власти, может быть, стесняются задать какой-то вопрос или написать какое-то свое обращение, может, какие-то опасения есть или что-то. А общественники, как скажем так, немножко доверяют. Но хотелось бы вот этой эйфории, которая легкая витает насчет наших приемов. Мы не волшебники, мы не можем решить абсолютно все проблемы. Но я могу сказать, что мы постараемся, по крайней мере, вникнуть в большинство из них, ну и постараться, по крайней мере, помочь вот этим людям. Очень много здесь нюансов со старого приема. Люди, мы приходили, мы писали обращение, ничего не решилось. Хочу повторить еще раз. Мы не волшебник, мы не можем абсолютно решить все. Есть такие вопросы, которые не решались до этого годами, и еще не будут решаться годами. Очень сложные вопросы. Вот, например, с военными городками, вот вы правильно подметили, да, проблема была сумасшедшая. Обращений было просто масса. Приехал губернатор в Новый городок, я присутствовал. Вот он два раза приезжал по этим вопросам. Вначале были гневные возгласы, что нас бросили, мы никому не нужны, ни Министерство обороны, ни области. Вот сейчас губернатор несколько дней назад приехал снова в Новый городок. Сидели люди, расставили стулья, было тепло и комфортно, и аплодисменты были. Действительно, сделано много. Хотя, в принципе, как бы, вот не сказать, что что-то сместилось с мертвой точки. Люди поняли, что они кому-то нужны. Они нужны своей области, своему району. И действительно, на них и обратили внимание. Вот мы хотим теперь, чтобы у нас и на Кубинке-2, и на Кубинке-8, и на Кубинке-1 тоже звучали вот эти аплодисменты. Что нас не забыли, нас вспомнили. Пока вот только в Новом городке. Ну, я так понимаю, Новый городок, своего рода, является пилотным подобным поселением среди вот всех этих верениц бывших военных городков. В районе. В районе непосредственно. То есть у нас вообще район такой, скажем так, военный, патриотический. У нас на территории района действительно очень много военных городков, непереданных, при пришедших в запустение, в сумасшедшие. Я сам курсант военной академии был на Кубинке-2, так называемая прожекторная, сейчас улица Генерала-Отинцева. Вот это был процветающий городок. Бордюры покрашены, шлагбаумы, везде асфальт в идеале был. Там и полицейские были нормальные. Сейчас там, ну, словами не описать, это там ядерная война прошла. Вот. И как бы жители этого городка очень ждут губернатора, чтобы тоже что-то изменилось. Но уже в общественную палату не обращаются, потому что видят, что действительно власть повернулась к ним лицом и действительно ждут помощи. Уже такой адресной и знают сроки этой помощи, самое главное. Ну, я так понимаю, в данном случае тут довольно понятный момент, что как раз-таки в общественную палату обычно обращаются. В том случае, если нельзя достучаться до кого-то еще. Да, да, да. Но это, скажем так, должно быть по идее. Потому что, ну, давайте так, у нас все-таки чиновники Одинцовского района, ну и в принципе всей Московской области не все идеальные. Есть некоторые, скажем так, из них, которые, может быть, свои обязанности исполняют не так, как должно. И поэтому для этого существует общественная палата, чтобы указывать им на их, скажем так, недоработки. Что мы и стараемся делать. Давайте перейдем опять все-таки к лесному городку, потому что это самым, наверное, было острым местом, да, где действительно вопросов было уйма. И многие из них, как я уже говорил, касались вопросов как раз-таки застройки, новых объектов и так далее. А в двух словах, можно ли ввести наших телезрителей в курс дела, те, которые не живут в лесном городке, не знакомы с их проблемами, и с чем там людям приходится сталкиваться? Ну давайте я начну. Лесной городок у нас, ну давайте так назовем, уникальное поселение. Оно по размерам очень маленькое, а по количеству жителей очень достаточно большое. Я имею в виду на квадратный метр поселение. Очень плотная застройка стоит. Поселение, которое, ну давайте так правде в глаза посмотря, с маленьким очень бюджетом. Нельзя сравнить ни с Барвихой, ни с Успенкой, ни даже с Хубинкой. То есть очень маленьким бюджетом, который хватает, но в принципе только на самое супер необходимое. Там где-то порядочек навести, и то даже не всегда. И вот мы всегда находимся в плотном диалоге с главой поселения, с Альбертом Анатольевичем Альмалябиевым. То есть всегда двери его открыты. То есть он сам вот с нами, засучив, скажем так, рукава и надев резиновые сапоги, обходит вот эти все места. Он их знает лучше нас, нам их даже иногда показывает. Действительно, там сдвиги уже начались. Начались о том, что там в лесном городке сейчас, к первому сентябрю, я очень сильно надеюсь, Сергей Иванович сейчас, надеюсь, подтвердит мои слова, что в первом сентябрю появится школа, которая есть только, может быть, в городском поселении Одинцово и в Заречье такая. Именно по качеству и по красоте появится все-таки она. И какая-то проблема, самая такая животрепещущая, в лесном городке решится. Но есть проблемы, связанные с поликлиникой, проблемы, связанные с детскими садами, проблемы, связанные с узкими дорогами. Ну, проблем очень много. Вот как бы мы все вместе, включая районную власть, власть-поселение, стараемся это как-то помогать. Мы как мостик между жителями и властью. Будем решать, да. Ну что же, Светлана Геннадьевна, я вас благодарю, что вы к нам сегодня присоединились. А вообще предлагаю все-таки тему школы Лестногородской сейчас подробнее осветить. Действительно, с ней очень много уже было сложностей, очень много разговоров, много встреч властей нашего района с местными жителями, с компанией-застройщиками и так далее. Не так давно как раз-таки глава района Андрей Робертович Иванов посещал данную стройку. Уважаемые телезрители, я предлагаю сейчас посмотреть, как же это проходило. Открытие новой школы ждут все. Ученики, родители, учителя. 1100 человек смогут учиться в заведении в первую смену. А второй можно будет забыть. Четырехэтажное современное здание. Здесь запланировано все, чтобы дети получали знания в комфортных условиях. Спортивные и актовые залы, бассейны, библиотека, медицинский блок, столовая, кухня, учебные классы. Во дворе школы появится стадион. Но стройка опять упирается в финансовый вопрос. 80 миллионов – это та сумма, которой, по словам застройщика Сергея Самохина, не хватает для окончания строительства. У Андрея Иванова иные цифры – 100 миллионов. С учетом благоустройства территории. А пока строится новая школа, ребята учатся в старой, 62-го года постройке. Старое здание рассчитано на 500 мест, а в ней уже около 900 детей сегодня только обучаются. Без нормальных условий, без стандартов. Нет нормального спортзала, нет актового зала, нет бассейна в существующей школе. Поэтому ввод этого объекта, он крайне важен и необходим для этой территории. Старую школу планируют сохранить. Сделать там капитальный ремонт, перепланировку, после чего разместить в ней младшие классы. Обе школы будут работать как единый объект. От застройщика Иванов потребовал четкого соблюдения договоренностей и сроков. В противном случае компании примут жесткие меры. Основные проблемы с отсутствием финансирования со стороны подрядной организации, инвестора-застройщика, у которого эти обязательства прописаны в инвестконтракте. По заверению застройщика до конца мая месяца финансовые проблемы будут решены. И здесь появится порядка 200 рабочих, будет закуплено оборудование. И школа по нашему графику должна 1 сентября заработать. Сегодня здание готово на 80%. Работы выполнены по второму, третьему и четвертому этажу. Не хватает серьезных вложений в спортивное ядро, столовую и актовый зал. Времени осталось немного. Ну что же, вот такой была ситуация на 20 марта этого года. Давайте поймем все-таки, как сейчас обстоят дела и к чему нам стоит в ближайшее время готовиться. В наших гостях Сергей Иванович Самохин. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Иванович, генеральный директор ООО «Трестмос» область Судорова номер 6. Именно ваша организация занимается данным объектом. Сергей Иванович, ну не могу не задать вопрос, что в общем-то происходит. Почему действительно школа, которая вроде бы уже давно, по словам местных жителей, должна была быть введена в эксплуатацию, сейчас все еще в процессе строительства и опять какие-то там проблемы вроде как есть. Словом, вот от вас из первых уст хотелось бы все-таки получить информацию. Что сейчас с данной школой? Ну я хотел бы пояснить, что проект построить свою школу, он довольно-таки сложный, так как необходимо было длительное время на подготовительный этап. Порядка 320 металлических гаражей стояло в центре поселка, там где планировалось построить школу. И нам необходимо было сформировать земельный участок, построить 360 кирпичных гаражей, произвести расселение и отселение вот этих металлических гаражей. Во вновь построено и после этого, в принципе, начинать строить школу. Последний гараж металлический мы расселили в октябре 2015 года. Но чтобы ускорить процесс и не затягивать его, мы начали параллельно с расселением и отселением вот этих металлических гаражей строить коробку на стадионе существующей школы. И сейчас проект вышел на финишную прямую. У нас коробка построена, сделаны все инженерные коммуникации и отопление, и водопровод, и канализация, и электрика. Так, у нас в основном сделаны отделочные работы. Сейчас ведутся работы по окончании уже работ по стяжке. Ведутся работы плиточные. Полы в спортзале делаются из лиственницы. Мы специально заказывали лиственницу, сушили ее и сделаем очень хорошие полы и очень хороший спортзал. Он у нас на 800 квадратных метров. Вы сейчас называете целую уйму прорву работы, начиная от подготовительной и так далее. Но ведь, разумеется, когда вы только начинали данный проект, еще на стадии делового проектирования и так далее, генплана, вы же понимали, что вот это займет столько-то дней, месяцев, это столько-то. То есть были какие-то планы, конкретная дата. Почему же все-таки вот эксплуатацию сместился так существенно? На самом деле строительство происходит у нас довольно-таки быстро. Самые сложности – это получение исходной разрешительной документации, прохождение этой исходной разрешительной документации в экспертизе и в согласовательных органах. Ну и довольно-таки длительный процесс – это предоставление земельного участка. И опять же говорю, чтобы нам ввести школу в эксплуатацию, нам необходимо было расселить 300 вот этих металлических гаражей. И на данном вот сейчас месте, где мы расселили в октябре последний гараж, сейчас мы заканчиваем вот это основание под футбольное поле и под стадион, который там будет полностью ГТО проходить, нормативы сдаваться. Ну, полноценный стадион будет построен. Сейчас мы сделали дренажную систему стадиона, подготовили основание под искусственный газон, который будет сделан к августу месяцу. Ну, то есть, если говорить предметно 1 сентября 2016 года, говорит Сергей Иванович Самохин, школа будет. Да. И дети пойдут в нее уже учиться. Да. Если можешь, чуть поподробнее, на какие, в общем-то, скажем так, проходные способности она рассчитана, сколько ребят она сможет вместить? Ну, по проекту, по инвесконтракту у нас 1100 мест строительства школы. На самом деле, когда мы ее проектировали, мы ее сделали с запасом. У нас 53 полноценных класса, но если даже рассчитать по 25 человек в классе, это уже больше 1300 человек. У нас, ну, если взять вот существующая школа, которая на 900 мест сейчас занимаются, там, 900 детей, она сейчас 3000 квадратных метров, новая школа 18000 квадратных метров, спортзал там 120 квадратных метров. У нас два спортзала, один на 800 метров квадратных, другой, малый спортзал на 240 метров квадратных. Два плавательных бассейна, один для младших классов, плавательный бассейн, и один для старшеклассников, 25-метровый плавательный бассейн. Очень большая библиотека, хранилище библиотечное, просто громадное, актовый зал большой, ну и еще раз говорю, стадион. И получается, что к первому сентября все успеваете, ни с какими помещениями проблем сейчас нет? Мы планируем закончить основные работы к концу июля, ну и по договоренности с администрацией, администрация уже в конце июля, начале августа начнет поставлять мебель. И мы ее в августе начнем расставлять. Скажите, было озвучено у моей коллеги, что на данный момент существует проблема финансового характера, то есть там называются разные суммы, в любом случае порядка 100 миллионов, которые не хватает. Эта проблема все еще актуальна или она в данный момент как-то решается? Нет, на данный момент мы уже просчитали все наши затраты, которые необходимо нам понести на отделочные материалы, на оборудование. Поэтому мы рассчитали свои силы и заверяем, что мы к концу июля школу доведем до состояния готовности. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что сегодня мы говорим о проблемах лесного городка, конкретно о строительных проблемах. Наш телефон 508-86-84 в студии Захар Юрьевич Иванов, председатель общественной палаты Одинцовского района, а также Сергей Иванович Самохин, генеральный директор компании, которая занимается огромным количеством объектов именно в лесном городке. Захар Юрьевич, пожалуй, к вам вопрос, как к общественникам, которые также данный вопрос довольно плотно мониторят. Насколько действительно ситуация удачная в данный момент складывается? И насколько действительно мы можем ожидать, что 1 сентября и правда все получится? Ну, начнем с того, что с компанией, которую представляет Сергей Иванович, мы общаемся очень давно. Иногда на ножах, иногда достаточно мирно, но хочу сказать одно, что это один из немногих застройщиков Одинцовского района, который всегда идет на контакт. Это доказывает даже сегодняшняя передача общественной палаты Одинцовского телевидения, что здесь присутствует сам генеральный директор. Это очень отрадно, скажем так, проблема есть у многих застройщиков. Ну, я бы сказал, даже у всех, наверное. Именно финансовый, кризис в стране. Нам желают, что мы держались, с хорошим настроением входили в него, да, но ситуация такая. Но это один из немногих людей, который действительно реагирует именно как бы вот так. Он здесь присутствует, отвечает на все вопросы. То, что я был два раза в комиссии, которая ходила по школе, еженедельная комиссия у нас при общественной палате существует, которая включает представителей управления образования, представителей застройщика, представителей администрации лесного городка. Сдвиги есть. Да, действительно, был такой вот один момент, когда работы производились очень медленно, рабочих практически не было на стройке, но сейчас ситуация кардинально изменилась. Действительно, работа кипит. Это даже, вы знаете, такие вот у нас в инициативную группу входят, ну, радикально настроенные жители лесного городка. Молодцы, я считаю, это главные общественники. Они вначале снимали на камеру все это дело, как здесь все плохо и прочее. Сейчас они ходят уже с видом профессионалов в белых касках, вот, и действительно видят, что работы идут. Да, с бассейном будут определенные проблемы. Я считаю одно, что действительно школу нужно запускать в любом случае 1 сентября, чтобы там висели доски, стояли парты, стояли стулья, шкафчики, чтобы дети учились уже в классных условиях, потому что условия действительно будут хорошие, вообще красивая школа получилась, красивая. Не каждое поселение может похвастаться такой красотой. Вот, ну, с бассейном давайте так, я так думаю, что все-таки немножко подождут. Сергей Иванович сейчас скажет нам, правильно, Сергей Иванович, когда все-таки бассейн еще будет функционировать, если он до 1 сентября, мы его не успеем. До Нового года как бы справимся? С одним из двух бассейнов сейчас проблемы, я так понимаю, из того, что вы сейчас говорите. Нет, на самом деле у нас полностью корыто бассейна в монолите отлиты. Мы планируем через 10 дней начать уже обвязку самих ванн-бассейнов, делать гидроизоляцию их и заниматься устройством плитки. Ну, на самом деле в бассейнах довольно-таки сложное оборудование химоводоподготовки, и оно в плане сроков поставки этого оборудования, ну, порядка 40 дней рабочая поставка этого оборудования. Поэтому мы планируем, что мы облицовку плитки и стен бассейна сделаем к 1 сентября, а по монтажу и пусконаладке оборудования будем заниматься. Но это будет все происходить в цокольном этаже, который там учебному процессу совершенно мешать не будет. А от чего зависят даты закупки данного оборудования? Опять же, от того, когда решится финансовая проблема или от чего-то еще? Да, в основном от финансов, потому что, ну, я опять же говорю, что не секретно для кого, что у нас сейчас продажи упали и довольно-таки основательно они упали. И мы вынуждены оформить займ и на этот займ закупать оборудование и вентиляционное оборудование, химводоподготовку для бассейна и осушение воздуха. А в данный момент есть какие-то уже конкретные планы, когда займ будет получен и ведутся ли переговоры по этому поводу? Ну, у нас уже есть конкретные сроки. Можно ли услышать, насколько это, по крайней мере, вопрос ближайших дней, недель или, может быть, месяцев? Мы рассчитываем до 25 июня полностью получить. А на месте именно жителей, которые, вы говорили, уже раньше приходили, как группа мониторинга, скажем так, и так далее, как оценивают происходящее? Ну, вы знаете, уже с улыбкой. Не саркастично, я надеюсь? Уже не саркастично. Есть, конечно, еще, скажем так, определенные нюансы с работой связанные. Ну, например, многим непонятно насчет фасада, например, ситуация. Да, но я знаю, вот я сам имею, скажем так, не строительное, а техническое образование. Я понимаю, что эти работы можно закончить достаточно быстро. Самое главное, чтобы было чем закончить, чтобы были материалы. Вот, фасад, я так понимаю, по нашей, скажем так, статистике готов уже на 80%. Да. Вот, осталось 20%. Вот еще по поводу фасада, Сергей Иванович, потому что вопросы есть такие же трепещущие. Расскажите, пожалуйста, когда он будет закончен? Именно когда получится красивая картинка? Ну, мы на прошлой неделе проплатили материалы на фасад. Сейчас, по нашей информации, машина должна вот с Нижнего Новгорода идет с фасадами. Она должна была, в принципе, уже сегодня прийти, но вот завтра или послезавтра она придет. Потому что какая-то задержка именно с транспортом произошла. Проблема логистического характера, а не денежного, опять же? Нет. Уже и по заверениям нашего субподрядчика, который занимается фасадами, они в течение месяца, по расчетам, там, 15 июля должны закончить с фасадами. Ну, мы берем еще, может, те же самые еще там 10 дней, и к концу июля они должны однозначно закончить с фасадами. Ну что же, Сергей Иванович, Захар Юрьевич, огромное спасибо, что вы к нам сегодня приходили. Уверен, что мы успокоили многих жителей лесного городка. И когда в следующий раз мы уже увидимся, уверен, что там проблема будет решена. Спасибо вам. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили о проблемах лесного городка, а также о едином невыездных приемных общественной палаты Одинцовского района. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложение, наш телефон 508-86-84. Звоните в течение недели, постараемся вместе во всем разобраться. Кроме того, вы можете напрямую обратиться в общественную палату на их официальном сайте, написав электронное письмо или воспользовавшись формой обратной связи. С вами был Святослав Савенков. До встречи через неделю. Продолжение следует...